Тейлор Марчелло Я люблю слушать музыку, кантри, иногда рэп. Все зависит от настроения. Тейлор хочет быть такой же, как другие подростки. Мне нравится, когда со мной обращаются так же, как с большими, ведь внутри мы все одинаковые. Мы наблюдаем за Тейлор в течение одного из самых важных лет в ее жизни. Со дня редчайшей операции, способной изменить ее жизнь. До дня рождения, отмечать который соберется рекордное число карликов со всего мира. Сможет ли она не отстать от своих друзей и справиться с трудностями подростковой жизни? Моя ужасная история. Самые маленькие в мире дети. Рот-Айленд, США. Тейлор Марчелло собирается в школу. Она живет со своей мамой Дженнифер и отчимом Эллом. Ну что, готовы? Прекрати, прекрати. Прекрати, а то я сильно ущипну тебя за нос. Давай, тогда я вставлю себе в нос кольцо. Не вставишь. Нет, вставлю. Может, ты еще татуировку сделаешь? Мама, после 18 лет я сама буду решать, что мне делать. Сама. Мне 13 лет. И несмотря на мой маленький рост, я хочу быть независимой. Я знаю, что могу быть независимой и хочу доказать это другим. В сущности, она обычный подросток со всеми проблемами и вечной войной с родителями. Мама, оставь меня в покое, я сама могу. Ну и так далее. Автобус пришел? Опаздывать нельзя. У Тейлор примордиальный нанизм, то есть первичная карликовость. И она одна примерно из ста таких людей, живущих сейчас в мире. Несмотря на ведущиеся научные исследования, об этом состоянии по-прежнему известно немного. Доброе утро, Тейлор. Такие дети растут не так, как остальные еще с момента зачатия. Отсюда и термин «примордиальный», то есть внутриутробный, первичный. Даже став взрослой, Тейлор будет не выше 90 сантиметров. Мне нравится учиться вместе с большими. Я в классе с большими детьми, и мне это нравится. У меня много друзей, но иногда я ни с кем не дружу. В общем, то так, то так. По настроению. Тейлор ходит в местную среднюю школу, где учатся более 800 детей. Спустя пять минут после звонка, Тейлор может спокойно войти в класс. Для безопасности ее весь день сопровождает сиделка. Что такое сегмент? Сейчас мы об этом поговорим, а пока запиши это. Она у нас отличница. Очень хочет учиться, очень внимательно на уроке. И очень серьезно относится к школе. В общем, она из тех, кто далеко пойдет. С ее-то напористостью. Она великолепна. А вы с места следите за тем, что пишется на доске. Смотрите, чтобы все было понятно. По-моему, я неправильно написала. Все нормально, все в порядке. Главная идея, остальное я поправлю. Ладно, кто еще закончил? Во время обеда Тейлор выходит из класса самый посредний, чтобы избежать давки. Тейлор не хочет, чтобы ее друзья знали, что ее сопровождает сиделка, поэтому просит меня, чтобы, когда это возможно, я шла с другой стороны. Я ее понимаю. В столовой Тейлор обедает со своей лучшей подругой Брианной. Эрин! Ты не мог бы сказать миссис Крэббилл, чтобы она ушла? Она за тобой. Вы не могли бы не стоять у стола? Знаешь, почему я встала? Потому что ты отодвинул стул. Ты никуда не уйдешь? У меня все нормально, вы можете идти. Хочешь печенье? Что? Хочешь печенье? Брианна и Тейлор – ровесницы. Они знакомы со второго класса. Брианна Кватрочи – моя главная, моя самая лучшая подруга. Она никогда не обращается со мной, как с маленькой. Если ей нравится мальчик, она все время говорит о нем. Иногда это даже надоедает, потому что она говорит, говорит и говорит без конца. Я дружу с ней не потому, что она маленькая. Я дружу с ней, потому что она человек, и мы с ней всегда вместе. Мы подруги. К концу школьного дня Тейлор очень устает. Всего два с половиной месяца назад ей сделали большую операцию по выпрямлению спины. Ее первую операцию. Как и у многих карликов, у Тейлор сильное искривление позвоночника, что, если ничего не предпринимать, может стать причиной церебральных нарушений. Чтобы вставить ей в спину два титановых стержня, хирургам потребовалось более 13 часов. Мы открыли позвоночник и вставили стержни, для того, чтобы они, насколько это возможно, поддерживали позвоночник в правильном и неподвижном положении. Так, больше вероятности, что все заживет. Это очень редкая спинальная операция. Главная опасность инфекция – вероятность того, что кости не заживут, а также серьезное нарушение неврологического характера. Во время операции Тейлор потеряла почти литр крови, а затем три недели провела в палате интенсивной терапии. Она все еще очень слаба. Мне было очень страшно. Я не знала, что со мной будет. Я не знала, сколько времени я там проведу. Мне было очень страшно. Моя ужасная история. Самые маленькие в мире дети. Часть вторая. У 13-летней Тейлор Марчелло – примордиальный нанизм, или по-другому – внутриутробная первичная карликовость. И она одна из самых маленьких на Земле людей. Два с половиной месяца назад ей сделали серьезную операцию по исправлению сильного искривления позвоночника. Сегодня в больнице она узнает, была ли операция успешной. Чтобы оказать ей моральную поддержку, с ней едут ее взрослые сестры – Шей и Брианна. Ой, рука! Шей, ты заправила машину? Да. Ну, готовы? До больницы почти 500 километров. Не оставляйте меня в Далавере одну, ладно? Вы же останетесь? Ты так говоришь, как будто кто-то собирается тебя там бросить. Нет, я просто не хочу, чтобы вы уходили. Ты всегда волнуешься. Знаю, но сегодня важный день. Я это не люблю. Знаю, никто не любит ходить к врачу, но если ты будешь плакать сейчас, получится, что ты расстраиваешься заранее, еще до того, как что-то случилось. Ты не понимаешь, мама. Понимаю. Я понимаю, что тебе очень страшно, и что ты не хочешь, чтобы тебе было больно. Искривление позвоночника типично для примордиального нанизма. Люди, страдающие этим заболеванием, растут на треть медленнее обычного, поэтому искривление позвоночника с возрастом усиливается. Если в раннем подростковом возрасте не провести комплексную корректирующую хирургию, возникнет сильная деформация, что часто приводит к церебральным нарушениям и трудностям с дыханием, и в конечном итоге из-за недостатка кислорода сказывается на сердце. Добро пожаловать. Вы ведь помните девочек? А с Брианой вы знакомы? Это дочь Элла Бриана. Здравствуйте, как поживаете? Привет, подружка. Давай пять. Тейлор впервые после операции встречается со своим врачом-консультантом доктором Маккензи. Она боится, что струбья, образовавшаяся на позвоночнике, означает, что операция прошла неудачно. Почему все так волнуются? Не знаю, она очень возбудилась. Не хочу, чтобы мне было больно. В чем дело? Не хочет, чтобы было больно. Я тоже не хочу. Ты не знаешь, что врачи не хотят, чтобы пациентам было больно? Даже больше самих пациентов. Я боюсь снимать рубашку. Ну, посмотреть-то нужно, правда? А больно будет? Надеюсь, что нет, но если ты дашь мне взглянуть, я точно скажу, будет больно или нет. Хорошо? Давай посмотрим. Не делайте мне больно, пожалуйста. Успокойся, Тейлор. Он только посмотрит. Это всего лишь поверхностные струбья. Видите, кожа двигается. Это прекрасно. Но этот струб растет. Был вот такой, а сейчас вон куда дошел. Наверное, на него что-то давит. По-моему, трет корсет. Да, точно. Это просто кусок старого струба. Он ни о чем плохом не говорит. Я его сейчас уберу. Я боюсь. Знаю, что боишься. Успокойся, держись. Мамочка, подержите рубашку. Он просто чистит. Знаю, но мне больно. Так сильно? Тебе больно? Да. Все, все, все. Уже все. Все равно больно. Это потому, что чистят ранку. А мне еще будет больно? Нет, уже все. Это рентгеновские снимки Тейлор, сделанные до операции. Как видите, позвоночник выгнут вправо, причем сутулость ярко выраженная. И вы можете видеть очень, очень широкую рентгеновую деформацию. Но все хорошо. Что? Но ведь все хорошо, да? Все хорошо. И ничего плохого не происходит? Нет, не происходит. Хорошо. Мы исправили положение позвоночника, и она теперь держится ровнее и выглядит лучше. Мы добились устойчивости позвоночника, и это сохранится на всю жизнь. Для нее это очень важно. Значит, к моему дню рождения, а он будет 1 июля, я смогу купаться, как вы думаете? Плавать, да? Да, да. Я надеваю круг или на рукавнике? В бассейне? Да. Вполне можно. К своему облегчению Тейлор узнала, что позвоночник хорошо заживает. Но текущий год станет для нее решающим. С помощью специального корсета, поддерживающего спину, девочка надеется настолько окрепнуть, чтобы вести жизнь обычного подростка. Газ! Газ! Сидеть! Молодец! Прошло 3 месяца. Тейлор все еще слаба, но прогресс налицо. Мне кажется, я сейчас в три раза крепче, чем была тогда, когда я вернулась домой. Через три месяца, если не раньше, я буду на 100% здоровой. Она очень хочет поехать в Миннесоту на день рождения к своей подруге Ханне, которой исполняется 12 лет. Ханна забавная, веселая, подвижная и тоже маленькая. Она моя близкая подруга. Правда, не самая лучшая, но, может быть, если я узнаю ее получше, она станет самой близкой. Рост Ханны Критцех – 91 сантиметр. Девочки познакомились через группу поддержки людей, страдающих примордиальным нанизмом. Некоторые люди хорошо ко мне относятся, а некоторые – не очень. Я им не нравлюсь, наверное, потому что я маленькая. Ко дню рождения Ханны Тейлор нужна новая одежда, причем подростковая. Там у них ужасно симпатичные вещички. Прелесть. Да, клевая штучка. Которая? Да, но это не твой размер, детка. Она вынуждена покупать вещи в отделе для малышей. Мы ищем одежду, в которой хотя бы нет застежки для подгузников. Особенно тяжело найти обувь, потому что ее размеры… Есть только ботиночки марки Дора и Эксплорер, в общем, для малышей. Ни одна 13-летняя девочка такие не наденет. Посмотри, тебе нравится? Где ты там? Это вы где? Вот это подойдет для Миннесоты. Прекрасный наряд. Может, потом больше никогда и не наденешь, но зато будет очень нарядно. Боже, Тейлор, посмотри, какие клевые капли. Тебе что, не нравятся? Нет. Ты устала, да? Да, шея болит. Так ничего и не выбрав, Тейлор оставляет поиски. И чтобы немного отвлечься, встречается со своей лучшей подругой Брианой. Они показывают на меня пальцем. А ты на них покажи. Мне это не нравится. Не нравится. Люди часто на меня смотрят. Иногда мне становится очень неловко, ведь никому не нравится, когда его разглядывают. Они просто ее недооценивают. Говорят при ней ужасные вещи, думая, что она не понимает. Правда, думают, что она не в состоянии понять. Одна женщина меня как-то спросила, она скоро умрет? Прямо в ее присутствии. Как бы она сказала привет или что-то в этом роде. Я знаю, что она хотела бы быть большой. Не то, чтобы мы об этом постоянно говорили, но иной раз она все-таки об этом нет-нет да скажет. Это мои первые туфельки? Да, самые-самые первые. Чтобы одеть Тейлор, Дженнифер всегда приходилось проявлять изобретательность. Я не могла найти для тебя никакой обуви, поэтому пошла к сапожнику, и он сшил тебе ботиночки, но они были такими грубыми и тяжелыми, что ты не могла даже поднять ножку. А потом мы как-то зашли в магазин, где продавались кустарные изделия. Я решила посмотреть, во что они обывают кукол, потому что всегда и везде обращала внимание на кукольную обувь. И они стояли на полке. Я так обрадовалась, что схватила их, сняла с тебя носочки, надела туфельки, и они подошли. Ты их носила первые два года своей жизни. Ты же всегда была маленькой, понимаешь? А когда я поняла, что я маленькая, я не вырасту. Все говорили, тебе скоро пять лет, ты будешь большой девочкой, и в то утро ты проснулась, бросилась к зеркалу и зарыдала. Почему? Потому что за ночь не вырастла. Ты думала, что вырастешь за одну ночь. И весь день ты была очень расстроена, и день рождения получился очень печальный. Бог дал мне мою маму. Есть мамы, которые отказываются от таких маленьких детей, а моя мама меня не отдала. Она меня оставила себе. Когда она говорит мне, что хотела бы быть такой, как все, я изо всех сил стараюсь не заплакать. Я не плачу, я говорю только... Я понимаю, детка, я понимаю. Бог каждому посылает испытания. Мое испытание в том, чтобы быть маленькой и любить себя такой, какая я есть. Сегодня Тейлор должна лететь в Миннесоту на день рождения своей подруги Ханны, которой исполняется 12 лет. Тейлор! Но во время сборов ее одолевают последние сомнения. После операции она все еще слаба, и ей так хочется, чтобы поездка удалась, что напряжение становится слишком сильным. Нет, перестань, дай мне сказать, если бы Ханни сделали такую же операцию, как тебе, и она бы приехала к тебе в гости, неужели бы ты ее бросила? Я знаю, что ты бы так не поступила, и ты тоже это знаешь. Я уверена, что и она так с тобой не поступит. Она тебя ждет, не дождется, Тейлор. Я знаю, что она очень рада, что ты приезжаешь. Понимаешь, иногда мы говорим так, что получается совсем не то, что мы хотели сказать. Она ничего плохого не сказала. А я как раз говорю. Что говоришь? Я говорю то, что хочу сказать. Я не хочу ехать. Всего за несколько часов до регистрации Тейлор передумала. Ханна! Ханна! Привет, Тейлор! Так быстро она еще не бегала. Кричит Ханна, Ханна, Ханна. Что ты для нее приготовила? Ну, встань и обними подругу. Спасибо. Я хочу посмотреть, на сколько сантиметров ты выросла. Вы были одинакового роста. Немного выросла. Потрясающе. Я так волнуюсь. До вечеринки у девочек еще много дел. Ну, и, конечно, много забот. Куда он делся? Не знаю. Смотри, какой цвет. Смотри. Этот мне нравится больше всех. Какой цвет? Твой любимый. Голубой. Ладно. Пусть будет голубой, пусть будет розовый. Выбирай любой. Каким цветом будем красить? Покажи ей. Понятно. Красиво, правда? Тебе нравится? О, Тейлор. Вот фотография. Очень хорошо получилось. Мне не нравится. Не нравится? Нет. Мне нравится вот это. Эй, мне вот это нравится. Спустя три часа Ханна по-прежнему полна сил. Сегодня ей хочется еще и пройтись по магазинам. Я хочу, чтобы мне купили это. Мама должна мне это купить, ведь у меня день рождения. Но страсти начинают накаляться. Я никогда не любил розовый. Опять врешь? Нет, не вру. Нет, врешь. Нет, я сказала, что мой любимый цвет голубой. Твой любимый? Голубой. Но ты говорила, что тебе и розовый нравится. Я в них тощая. Вовсе нет. Нет, я тощая. Ты не такая уж худая. Поэтому они сидят как мешок. Она правильно заметила. Она ничего плохого не хотела сказать. Я сказала, что она права. Поэтому штаны и сидят как мешок. Ранее Ханна задела Тейлор за живое, сказав ей, что она тощая. Когда мы собирались сюда, Тейлор не могла дождаться встречи с тобой, чтобы наконец оказаться рядом с таким же человеком, как она сама. И когда ты сказала, что она тощая, она снова почувствовала себя другой, а ей так хотелось быть такой же, как ты. Ханна, посмотри на свои руки. Посмотри, какие у Тейлор длинные пальчики. Они ведь длиннее, чем у тебя, правда? Я тоже хочу длинные. Но ведь все разные. Не ногти, мы говорим не о ногтях. И хотя бы девочки очень похожи. Ну, все хорошо, да? Ты не хочешь сказать, что не сердишься? Ну, в чем дело? Ханна такая прямая, она не хочет никого обидеть, но если увидит, что у учительницы зубы в помаде, то обязательно должна сказать, у вас зубы в помаде, понимаешь? Девочки, встаньте и обнимитесь, хорошо? Тебя штаны сваливаются. Обними, пока совсем не свалились. На следующий день Тейлор ждет еще одно разочарование. Празднование дня рождения Ханны проводится у бассейна. Тейлор надеялась, что тоже сможет участвовать в празднике, но спина еще не зажила, и ей нельзя купаться. Да, мне было очень грустно. Я видела Ханну, и мне тоже хотелось с ними веселиться. Но я не могла, поэтому мы взяли такси и уехали в гостиницу. Мне кажется, что Ханна не понимает. Но что бы там ни было, ей будут делать такую же операцию. Это трудно объяснить. Трудно объяснить, что ты чувствуешь. Но когда ей сделают такую же операцию, она поймет, что я имею в виду, когда говорю, что мне больно. Из-за суеты последних дней Тейлор совершенно обеселила. Она не знает, когда же, наконец, окрепнет по-настоящему. Наступает последний день путешествия. Тейлор неплохо себя чувствует и может поехать с Ханной кататься на лодке. Это завершающий этап поездки, и хотя Тейлору еще нельзя купаться, она, по крайней мере, может приближаться к воде. Эй, у меня получается, я умею водить лодку. Тейлор, Тейлор! Ханна, подними руки. Нет. Тейлор наконец-то почувствовала себя счастливой. Я хочу послушать песенку. Я ли не знаю слова. Я не слышала ее и очень хочу послушать. Я не просто обычная девочка, я хочу показать миру, на что я способна. Кто-то умеет красиво говорить, а эта девочка хочет только танцевать. Кто сказал, что я не стану президентом? Говорю вам, вы еще меня не знаете, вы еще просто ничего не видели. Потрясающе. Никогда не видела, чтобы она столько двигалась. Возможно, есть шанс, что она крепнет настолько, что сможет пойти на первый в своей жизни школьный танцевальный вечер. Моя ужасная история. Самые маленькие в мире дети. Часть третья. Молодец, правильно. Не можешь наклониться, значит, нужно поднять ногу. Тейлор Марчелло, рост которой сейчас 89 сантиметров, страдает премордиальным нанизмом. Ей сделали операцию на позвоночнике, и она уже почти полностью поправилась. Сегодня в школе танцевальный вечер, главное общественное событие года. 13-летняя Тейлор настолько окрепла, что может пойти на вечер, и это ее очень радует. Алло. Привет, Диана. Привет. Меня стригут. Ее сестра Шея парикмахер преображает девочку. Ты выбрала платье? Да. Нравится? Да. Волнуешься? Да. Зови тебе волосы, хочешь уложиться? Нет. Не хочешь укладку? Почему? Почему? Шея, вечер не начнется раньше половины седьмого, я вся растреплюсь. Который час? Который час? Прошло всего две минуты. Так, наклонись и опусти глаза. Давай. Ее пока никто не пригласил на танец. В ее школе учится один маленький мальчик, но его не будет на вечере. Да и неудобно ей будет танцевать, она ведь весит всего 8 килограммов, ей будет неудобно. Мама, а как быть с корсетом? А что с корсетом? Что мне делать шеей? Что делать? Это первое большое общественное мероприятие для Тейлор, и она впервые без корсета после операции, проведенной 3 месяца назад. Это не важно. Нет, важно. Как ты думаешь, не опасно мне так идти? Она не хочет портить платье, но без корсета чувствует себя неуверенно. Никто на меня не налетит? Нет, Тейлор, это же не спортзал. И места там немало. Да я знаю, ну да ладно. Великолепно. Идеально. Честно, честно. Скажешь мне правду? Это надевать? Тебе нравится? Мне нравится. Ей не нужно надевать пальто. Потому что я в нем выгляжу как дура. То, что я отпускаю Тейлора одно, вызывает у меня особые чувства. Это просто потрясающе. Я знаю, как ей этого хочется. И чем чаще это будет происходить, тем скорее она будет взрослее. Брианна, сядь рядом с Тейлор, пожалуйста. Замечательно. Привет, Тейлор. О, она сделала маникюр. К тому же постриглась. Очень красиво. Да, я посмотрю. Обычная девочка проходит разные этапы взросления. Например, встречается с мальчиками. А Тейлор будет на все это смотреть, будет видеть, как все ее подруги встречаются с мальчиками. А у нее все будет не так. Все будет гораздо сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Честно говоря, мне не понравилось. Танцевать я не могла. Из-за операции мне это трудно. Делать мне было нечего. Мои подружки разговаривали, а я из-за своего роста ничего не слышала. Я слишком мала, чтобы услышать, о чем они говорят. В общем, мне было не весело. А в Канаде, в городе Калгари, только что поставили диагноз «примордиальный нанизм» четырехлетнему британцу Тайлеру Уайту. Его рост 71 сантиметр, а вес всего 6 килограммов. Лучше всего Тайлера можно описать так. Это маленькая обезьянка с толстыми щечками и с чудесным характером. Глядя на него, все улыбаются. У нас с Тайлером хорошее отношение, мы с ним играем, и нам весело вместе. Это очень важно и для меня, как для отца, и для Тайлера, как сына. То, что Тайлеру уже пришлось пережить, и то, что еще предстоит, и делает Тайлера Тайлером. Это прекрасно, ведь Тайлер – это маленькое чудо. Рост Тайлера при рождении 15 сантиметров, а вес 567 граммов. И это не стало сюрпризом для его родителей. С самых ранних сроков беременности они знали, что их сын будет крошкой. Никто не давал нам ни малейшей надежды, что мы когда-нибудь возьмем его на руки, что он когда-нибудь сделает вдох. Перед тем, как меня разрезать, мне сказали, «Не ждите, что ребенок закричит, не ждите, что он на вас посмотрит, потому что он не сможет открыть глаза. У него будет инфекция». Вообще-то он сказал так, «Мне очень жаль, но у него будет инфекция, и он умрет». Тайлер родился на 9 недель раньше срока и 8 недель провел в инкубаторе, борясь за жизнь. Его родители сразу начали пытаться поставить ему точный диагноз. Спустя 4 года они получили медицинское заключение, что у Тайлера примордиальный нанизм, или точнее, внутриутробный, остеодиспластический нанизм Маевского второго типа. Диагноз нас просто оглушил. У нашего сына нанизм Маевского второго типа. Я не очень много об этом знаю, сказал врач, но он подрастет еще совсем немного и не сможет вести полноценную жизнь. Чтобы зачать ребенка с таким диагнозом, оба родителя должны быть носителями дефектного гена. Шанс один из нескольких миллионов. Из-за этого у Тайлера много проблем со здоровьем. Он плохо слышит и с трудом говорит. К тому же у него есть отверстие в сердце. Родители Тайлера осторожно пытаются сделать так, чтобы у него было нормальное детство. Сегодня он будет кататься на миниатюрной лошадке. Какой же ты молодец. Ему всю жизнь придется приспосабливаться к вещам, которые будут больше, чем надо. А сегодня ему все по размеру. Лошадка ему идеально подходит. Какой ты молодец. Ты сейчас как настоящий ковбой. Если ему нравится делать то, что он делает, для меня это прекрасно. Я просто хочу сделать его счастливым. Вот молодец. Вот молодец. Она говорит, что ей нравится. Говорит спасибо, Тайлер. Мне хочется, чтобы когда-нибудь у него появилась хорошенькая маленькая подружка, и чтобы он ходил в школу. Но сейчас я вижу только своего маленького Тайлера. Родители Тайлера надеются, что он доживет до 40 лет или даже больше. Столько обычно живут люди с премордиальным нанизмом. Но несмотря на решительный настрой, Уайты все еще в шоке от диагноза Тайлера. Трудно облечь это в слова. Но тяжело чувствовать себя каким-то не таким, и когда куда-то выходишь, понимать, что у тебя все не так, как у других. Там, наверху, высоко над землей, как бриллиант в небесах, сверкай, сверкая, маленькая звездочка. Как я рад, что ты такая. А я больше тебя. Это, конечно, неприятно. Я часто с таким сталкиваюсь. Некоторые дети любят наступать на Тайлера и пугать его. Такое только что произошло, и Тайлер расстроился. Все в порядке, ты не сделал ничего плохого. Успокойся, Тайлер. Это пазл. Молодец. Уайты никогда не встречались с другими карликами. Они мечтают познакомиться с такими же семьями, чтобы понять, какое будущее ждет Тайлера. Он такой, какой он есть. Мы ничего не можем с этим сделать. Лечения нет. Волшебного лекарства тоже нет. Нужно смириться. Если мы узнаем, чего ожидать, будет замечательно. Вскоре Тайлер впервые встретится с другими детьми, у которых тоже заболевание. А после операции на позвоночнике, которую сделали Тейлор, живущий в Рот-Айленде, прошло уже 14 недель, и она хорошо поправляется. Она уже так окрепла, что планирует отметить свой 14-й день рождения. Давай составим список гостей. Она приглашает Тайлера и его родителей, а также всех карликов, о которых знает. А сейчас кому звонить? Тайлеру. Нет, он же не умеет говорить, а мы поговорим с его мамой. Разыскивая семьи, в которых тоже есть карлики, они познакомились и с 16-летним Николасом. И он сказал Тейлор, «Я ищу подружку, но ни разу не видел такую же маленькую девочку, как я». А мне все равно. Знаю, но это было бы так мило. Ничего не мило. Вы говорили о том, как бы сходить на танцы. Пять минут поговорили, подумаешь, большое дело. Как раз большое дело. А вот и нет. Поговорила с ним. Мне не нравятся маленькие, они все коротышки. Но он симпатичный, да? Очень. Не мой тип. Ах, извини. Жаль, что он не похож на Ван Дизеля. Давай, позвони Нику. Я боюсь. Чего ты боишься? Не знаю. Он ведь твой друг. По-моему, это его мобильный, да? Не знаю. Я волнуюсь. Привет. У меня день рождения и будет большой праздник. Хочешь приехать? Ладно, мы тебе еще позвоним. Пока. Он сначала обалдел, а потом сказал «да». Ну вот и хорошо. А что тут смешного? Ты смеешься от того, что позвонила Нику? Нет, просто смеюсь. Радуешься, что тебе скоро 14 лет, да? До дня рождения осталось несколько дней. И Тейлор надеется набрать как можно больше сил. После операции на позвоночнике она весила 7,5 килограммов. Но за последние 14 недель ей удалось поправиться почти на килограмм. Я надеюсь, что смогу делать то, что делала раньше, до операции. Я просто снова хочу стать прежней. Сейчас она уже настолько окрепла, что даже может готовить для своих домочадцев. Кто хочет гамбургер? Тейлор готовит еду. Да, я, конечно же, не откажусь. Я хочу пойти в кулинарное училище. Я хочу стать поваром. Можно готовить по-своему. Придумывать новые вкусы. И вообще это классно. Ты впервые жаришь гамбургеры, да? Нравится? Я не знаю. По-моему, на вид они не очень аппетитные. Все, готово. Я умираю от голода. Выглядит неплохо. Да, очень вкусно. Очень. Правда? Ты взяла самое большое, я видел. У меня будет свой ресторан, который будет называться «Лучшие блюда со всего мира». Может, сделайте мне еще один, я вам заплачу. Я буду управляющей, я буду шеф-поваром, я буду хозяйкой, я буду всем, 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 всем. Я знаю, что она будет работать и будет водить машину. И когда придет время, у нее появится молодой человек, который безумно в нее влюбится, а она безумно влюбится в него. Обязательно это все будет. Когда я буду жить одна, мама будет ко мне приходить, а я буду для нее готовить. И мне не нужно будет помогать. Эй, люди, я все могу и сама все буду делать, ясно? Запомните это. Спасибо. Сегодня Тейлор исполняется 14 лет, и к ней на день рождения приглашены семьи со всей Америки. Уайты тоже едут сюда. Они очень взволнованы предстоящей встречей с другими семьями, где тоже есть карлики. Это будет для них впервые. У нас всегда было ощущение, что мы одни такие. Наверное, удивительно будет войти в комнату и увидеть людей, которые точно знают, что нам приходится переживать. Давайте я вас со всеми познакомлю. Хорошо. Пусть он ее обнимет. Обними Тейлора. Обними ее. Чем старше он становится, тем больше меня пугает то, что на него все обращают внимание. Я боюсь, что он изменится. Он ведь такой общительный, такой дружелюбный. Да, я тоже не знаю, как быть. Я много об этом думала. По-моему, важно, как мы сами на них реагируем. Я думаю, что если я буду держать ее дома, прятать от всех, то это будет знать, что вы ее стыдитесь. Да, я не хочу, чтобы она так думала. Мы ни разу не могли провести день, как нормальная семья, а сегодня у меня как раз такой нормальный день. Мой первый нормальный день. Когда видишь всех этих детей, это немного обнадеживает, ведь здесь есть дети от 4 до 21 года. Да, это здорово. Спина Тейлор наконец зажила, и она может купаться. И только что приехал 16-летний Николас. Моя ужасная история. Самые маленькие в мире дети. Часть 4. Сегодня день рождения Тейлор, который исполнилось 14 лет. И они с 16-летним Ником, похоже, становятся друзьями. Этот товарищ попросил меня сказать тебе, что он хочет тебя поцеловать. У нас с Тейлор много общего. Она очень-очень-очень красивая девушка, и она очень изящная и очень веселая. Ребята, хотите потом поиграть в гольф? Да. А ты хочешь поиграть? Мы никогда не играем в гольф. Я тоже не очень хороший игрок. Я пригласил ее на свидание. Но она пока думает, может ответить «да», а может захочет, чтобы мы просто остались друзьями. Готовы? Начали? Давай вместе. Готовы загадать желание? Готовы? Раз, два, три. Молодец. С днем рождения. Я вспоминаю, как Тейлор исполнилась 4 года, и мы не знали, что нам принесет следующий год. А сейчас ей уже 14, и все прекрасно, лучшего я и желать не могла. Несмотря на то, что люди надо мной смеются, несмотря ни на что, мне все равно нравится быть маленькой. Не знаю, почему, но я не хотела бы ничего менять. Я с удовольствием думаю о будущем. Это новая дорога, на которую мне предстоит вступить. И куда она меня поведет, туда я и пойду. Если вы на минуту опоздали на поезд, вам приходится менять планы. Для охотников за крабами и недельное опоздание не трагедия. Хотя попотеть придется. Смертельный улов после паузы. Ракхурай, Хапал. Газовая трагедия. Снимок Ракхурая, который в дальнейшем начал работать с Андрею Картье и Бессоном. Фотография сделана после химической катастрофы в Хапале в 1984 году. Дон Маккаллен. Беафора, 1969. Снимок Дона Маккаллена. Именно в Беафоре трехлетняя война унесла жизни более чем миллиона человек. Он был шокирован, увидев 900 детей, проживающих в одном лагере на грани смерти. Одит Балилти. Защита баррикад. Этот динамичный снимок, получивший полицеровскую премию, показывает героическую женщину, которая борется одна против всех. Чарльз Мурф. Движение за гражданские права. Пожарный шланг. Фотография возникла в результате дискуссии между темнокожими парнями и офицерами. Фотография сделана во времена Мартина Лютера Кинга. Мальчики-дробильщики. Снимок американского фотографа Льюиса Хайна. Он показывает использование детского труда и тяжелую жизнь людей в шахтах, расположенных на юге Пенсильвании. Землетрясение провинции Сычуань. Фотография Мэтца Ниссена. Снимок показывает переживание мужчины, ставшего свидетелем страшной катастрофы, землетрясения мощностью 8 баллов в китайской провинции Сычуань. Жди меня, папа. Снимок Клода Детлоффа. Название «Жди меня» – это более чем эмоциональное высказывание во время войны. Этот мальчик пытался догнать отца рядового Джека Бернера. Женщина, вернувшаяся с войны. На снимке встречи матери и ребенка показывает, насколько болезненным может быть расставание с семьей во время войны. Эдди Адамс «Казнь в Сайгоне». Еще один снимок, показывающий жестокость в Истанамской войне и жестокость людей во время войны. Мэтью Брэдди «Мертвые федералы на поле боя». На снимке «Мертвые федералы на поле боя» при Гиттасберге, Пенсильвания, в период с 1860-х годов. Однажды мужчины со своей сестрой, у них общие отец и мать, шли по улице. Вдруг мужчина сказал «Вот тот парень – мой племянник». Верно ответила сестра «Ну, мне он не племянник. Возможно ли это?» Катастрофа и паника. Женщина обнаружила, что находится в ловушке в ее собственном автомобиле после сбоя электрических систем, когда ее брелок не смог отпереть дверь. В панике она позвонила 911, рассказывая диспетчеру, что становится жарко, и она начинает волноваться по поводу своей безопасности, здоровья и возможности умереть от удушья. К счастью, диспетчер был умнее и рассказал женщине, как вручную разблокировать ее дверь, сдвинув рычажок блокировки. Люди забыли, что двери в автомобилях открывались в течение многих десятилетий только руками. Идетка. Наркодиллер набрал 911 своей попой во время сделки. Конечно, иметь быстрый набор на своем мобильном – это существенная экономия времени, но если вы преступник, то можно случайно набрать и 911. Когда диспетчеры получили вызов, то поняли, что они случайно подслушивают сделку по продаже наркотиков. Вместо того, чтобы повесить трубку, они отследили местоположение телефона и обнаружили, что все происходит в переулке всего в квартале от полицейского участка. Незадачливый наркодиллер был немедленно арестован. Далее, не тот бургер. Бывает, что люди нервничают в ресторанах быстрого питания, но никто не сравнится с женщиной, которая набрала 911, потому что в «Бургер Кинг» сделали ей неправильный чизбургер. Она хотела чизбургер с беконом, а получила нормальный гамбургер вместо этого. В ярости она набрала номер службы экстренной помощи, но оператор почему-то не проник с ее проблемой и не вызвал полицию. Парень не хочет жениться Нормальные люди знают, что 911 для чрезвычайных ситуаций, вопросов жизни и смерти. Одна женщина, должно быть, решила, что ее личная жизнь квалифицируется именно под вопрос жизни и смерти. В 2009 году она была арестована полицией за многократные звонки и жалобы диспетчеру о том, что ее парень улгал о намерении на ней жениться. Дважды к ней приезжали блюстители порядка, чтобы объяснить ей, что 911 предназначен для реальных чрезвычайных ситуаций. На что она отвечала, что у нее действительно чрезвычайная ситуация. Это не помогло и женщина не успокоилась, пока полицейские не арестовали ее. Полицейский съел марихуану Полицейский умыкнул траву у людей, которых он арестовал, а его жена спеклась в незамечательный пирог. Почувствовав недомогание после пирога, он позвонил 911, утверждая, что он очень медленно умирает. Арестовать теленовости Мужчина был арестован за десятки звонков на 911 со всякими глупыми требованиями. Терпение службы спасения кончилось, когда он потребовал арестовать теленовости. Организовать свидание с полицейским Если вы хотите пригласить полицейского на свидание, есть много хороших способов, как это сделать. Худший способ устроить свидание с блюстителем закона, вероятно, вызвать его на чрезвычайную ситуацию. Женщине понравился привлекательный полицмен, когда он прибыл в ее дом на жалобы соседей о шуме. Когда он ушел, она позвонила 911 и требовала от диспетчера имя и телефон полицейского. Диспетчер был неумолим. Грабитель набрал 911 во время ограбления дома. Если вы грабите дом и домовладелец неожиданно возвращается, типичная реакция – делать ноги оттуда так быстро, как это возможно. Но не у всех. Один мошенник принимал душ в доме, который он обворовал. Тупой мошенник позвонил в полицию и сказал, что он влез в чужой дом и волнуется, потому что думает, что у хозяина есть оружие. В это время домовладелица также набрала 911 и заставила полицейских прийти и позаботиться о ее нежданном гости в душе. Получить сексуальное удовлетворение. Когда вы возбуждены, то иногда вы будете идти на все, чтобы получить удовлетворение. Но один мужчина, вероятно, должен был все-таки серьезно подумать или протрезветь, прежде чем позвонить.